да добрый вечер дорогие друзья всем с праздником почему праздник потому что если вы сейчас зайдете в ваши личные кабинеты то вы увидите новую limited edition акцию я не могу просто сейчас пропустить данную новость я знаю что все ее ждали и поэтому пожалуйста прямо сейчас можете зайти в личный кабинет обновить страницу вашего дэшборда и увидеть эту акцию которая сейчас доступна в ваших личных кабинетах я сейчас отключаю звук сделаем так все не беспокоить и можем начинать добрый вечер здравствуйте да добрый 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 плюсики это хорошо хорошо ну что дорогие друзья давайте вернемся к нашей акции чуточку позже а пока просто хотелось бы обозначить тему нашего сегодняшнего вебинара на самом деле я планирую завести такие вебинары сколько божьих планов можно делать но мы постараемся их выполнить проводить технического характера вебинары почаще то есть даже превратить это в некие так сказать стримы до вебинара и стримы на которых мы просто будем говорить обсуждать и я буду делиться с вами нашими успехами в разработке и не только успехами то есть все то что происходит в подкапотной части да то есть все что происходит за экранами мониторов все эти пиксели цифры и так далее вот мне кажется было бы интересно узнать что на самом деле происходит потому что мы с вами не просто сайт не просто мобильная платформа на наши мобильные приложения нет далеко нет мы гораздо больше и гораздо глубже чем можно просто увидеть по картинке поэтому давайте начнем сегодняшний вебинар непосредственно с таких простых и базовых вещей которые наверное многие из вас спрашивали а если не спрашивали то возможно ваши партнеры спрашивали об этом вас когда вы пытались рассказать про все возможности платин коин и вот эти вебинары помогут нам всем понять что на самом деле происходит внутри как работает наша технология как она взаимодействует с нашими продуктами а их у нас множество и станет понятней весь тот процесс который двигается внутри тем самым поднимая вас в опыте понимание самой технологии потому что это на самом деле важно если мы с вами говорим про текущее время да давайте наверное сейчас делаю камеру так сделаем камеру надеюсь будет комфортно всем если мы будем с вами говорить про техническую сторону платин коин то здесь стоит выделить несколько важных моментов первый важный момент это безусловно свой собственный блокчейн то есть то что на самом деле дорогого стоит это тысячи часов это нервы это здоровье это люди да это идеи это все может ломаться может подниматься но тем не менее это наш собственный блокчейн и здесь стоит отметить один важный и особенно до одну важную особенность наличие собственного блокчейна это большой плюс почему потому что мы можем с этой технологией играть как нам но хочется то есть если мы видим потребность масштабирование то в этом не составит никаких проблем то есть это не токены на другом блокчейне как сейчас это популярно делать практически да вот огромное количество блокчейн огромное количество токенов можно создать на блокчейне ерц на получение эфириума те самые ерце 20 токены и мы с вами не используем подобную модель токенизации нет у нас сами собственная разработка это наш собственный блокчейн и самое что интересно наша уникальная разработка минтинга как правило ко мне звонят много наших партнеров много наших лидеров и спрашивают игре у меня сейчас сидят в офисе люди с техническим бэкграундом пожалуйста подкажи расскажи и на самом деле вот люди задут вопросы которые не думаю вам тоже было бы интересно узнать ответы на эти вопросы я так как это вебинар прошлым в прошлом прошлой неделе да у них состоялся по причине здоровья тоже чуть-чуть приболел но сейчас вроде бы все хорошо но мы планируем сделать слайды которые покажут вам как работает наш блокчейн помните в семнадцатом году были и знаете маленькие базовые схемки но тем не менее в эти базовые схем как можно было тоже что-то понять и самый главный вопрос которые задают все люди как вы можете мне гарантировать 10 процентов 30 процентов как это все происходит и здесь на самом деле нет у donation значит вот так вот да будет наверное ну платил кончить чуть не видно вот чуть 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 как вы можете гарантировать смотреть 10 процентов на самом деле здесь или 15 или 30 процентов мы говорим про ментинг мы говорим просто с вами про ментинг самое базовое понятие в блокчейне ничего не происходит просто так то есть для того чтобы блокчейну что-то когда-то создать отменить сгенерировать новые коины в блокчейне должно произойти какое-то событие если мы с вами копнем в историю назад 12 лет 2008 9 год когда появился блокчейн первый блок восьмой год 50 биткоинов отменить отмайнилась за первый блок в блокчейне биткоина почему такие числа вот почему сейчас эти значения они другие представьте себе что когда-то кем-то сатоши накамото либо группа либо один человек либо это группа лиц которые создавали данный продукт как блокчейн биткоина когда-то просто посчитали и решили что вот так вот будет хорошо за один отмайненный блок в блокчейне биткоина сеть сама сеть блокчейна вознаграждает того участника кто нашел этот блок поставил его в блокчейн пятью десятью биткоинами вот просто так решили или один человек решил или группа лиц решила что это будет справедливо те люди которые будут заниматься майнингом которые будут собирать транзакции в блоки вставлять в блоки эти транзакции и публиковать их блокчейне должны получать за это вознаграждение и это вознаграждение 50 биткоинов за один блок но эта модель не вечна поэтому на текущий момент мы с вами имеем награду за один блок более 6 биткоинов почему так потому что каждые четыре блока каждые четыре года в блокчейн сети биткоин происходит деление да то есть было 50 биткоинов за один блок майнинга стало 25 после того как прошло четыре года было 25 стало 1250 сейчас 1250 делим на 2 получаем 625 биткоинов то есть ну вот такие образом кто-то когда-то решил и таким образом сеть работает до сих пор правило ее неизменны они все прописаны в генезис блоке то есть чтобы их обновить это невозможно сделать и получается что мы вот как биткоин работает он работает на своих законах математики и чисел нашем случае наш блокчейн блокчейн платин коин работает точно также со своими законами математики и чисел математика это как природа ее невозможно обмануть вот самый мой любимый пример по части математики это когда мы с вами все знаем такое число как и до 3,14 мы знаем у его до двух знаков после запятой 3,14 но она же бесконечно она бесконечно и представьте себе что вот в этом ряду из этих цифер от тройки после запятой начинаются 1 4 погнали дальше на 1986 месте будет стоять именно та цифра которая там должна стоять не какая-либо другая не 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 как это спонтанная вот именно 3,14 да мы знаем что 3 1 4 и вот спустя тысячи символов после запятой на каком-то вот номере будет стоять допустим двойка и вот она там неизменно пока ее там досчитают ладно но она там будет просто она там будет законы математики нерушимы в нашем блокчейне действуют такие же самые правила мы когда заключим smart контракты мы заключаем их самой природы самой математикой самим блокчейном и эти правила этих контрактов никто не может изменить не сам блокчейн скажет нет не хочу это делать не буду заключить нет невозможно то есть как 2 плюс 2 равно 4 так и в нашем блокчейне заключение smart контракта значит совершение какого-то действия как это действие происходит как начинается откуда берутся значение 10 процентов 20 30 процентов на платин хиро там 20 процентов идет в сторону проект стартера 10 процентов в сторону донатора откуда это все берется каким образом это все высчитывается смотрите если мы с вами посмотрим в немножечко в глубь и просто поймем для себя откуда берутся данные значения и почему smart контракт может печатать именно таким образом а не каким либо другим дело в том что для того чтобы в блокчейне в нашем случае ментинг да мы не говорим за майнинг нет мы говорим за нашу технологию за нашу технологию ментинга она отлично ее нет аналогов нигде в нашем блокчейне под правилом ментинга есть понятие времени мы все с вами живем и мы все с вами в этом поле во поле времени и время это есть некой единицы допустим это миллисекунды да представьте есть миллисекунда и блокчейн считает эти миллисекунды вы совершили транзакцию допустим вы собираете заморозить смарт-контракт вы замораживаете определенную сумму коина тысячу допустим тысячу коинов давайте возьмем пример с инстант ментинг юнитами то есть большой вопрос возникал у наших партнеров это как они работают и и так далее так вот как работает ментинг происходит следующее для того чтобы блокчейн создал новые корины наш блокчейн плотинкой ему необходимо взять ресурс что-то что он заморозит только на основе заморозки да происходит ментинг ментинговая транзакция блокчейн должен понимать сколько коинов нужно создать как ему это объяснить как блокчейну объяснить что вот у тебя есть тысяча пожалуйста сделай мне еще одну тысячу если мы так скажем ну просто как человеческим языком то он не поймет и как ему это понимать потому что у него нет вводных ему недостаточно информации чтобы своей сети согласно нашим правилам с временем создать новые коины и причем в том эквиваленте который мы хотим да вот мы хотим тысячу коина заморозить и получить тысячу коинов что делается в нашем случае как работает математика и как работает получение ментинга по продукту ментинг юнит инстант происходит следующее блокчейн формирует смарт-контракт в котором одна тысяча платинкоин один ты одна тысяча платинкоин замораживается на десять лет у блокчейна есть четкое понимание с секунды вот просто time stamp да вот временной какой-то кван тут просто на таком мельчайшем уровне и окончание этого смарт-контракта у него есть период duration да это тот период на который заключен смарт-контракт блокчейн высчитывает сколько таких миллисекунд находится вот в этом периоде и соответственно если мы с вами вспомним если мы с вами вспомним наши ментинг юниты до которые были до апгрейда до обновления до улучшения наши PLC secure box и то вы знаете что ментинг процент ментинга составляет десять процентов и получается что вот эти десять процентов которые являются результатом работы ментинга должны родиться только в том случае если некая сумма коинов будет заморожена на определенный период то есть мы с вами знаем что вот эти десять процентов равняются какому-то периоду времени и получается что когда блокчейн замораживает эти коины он точно знает что данная сумма будет лежать без движения она заблокирована она заморожена а следовательно вот именно то что заморожено согласно всему промежутку времени может быть отминчена и результатом этого ментинга является этот самый период который в котором коины находятся в заморозке и он рождает эту тысячу коинов из расчета на то что тысяча коинов будет лежать 10 лет в стадии заморозки а если мы с вами просто посчитаем 10 лет лежат коины в заморозке это у нас одна тысяча PLC эти 1000 PLC каждый год дают нам 10 процентов 10 процентов умножить на 10 получается 100 процентов и получается что сумма коинов которые была заморожена по instant minting unit она равна тем коинам которые minting unit производят и самое интересное что транзакция заморозки наш смарт-контракт который создается в minting unit коины которые он использует для заморозки он сжигает то есть процедура публичная вся эта информация на блокчейн опубликуется безусловно но для того чтобы ее посмотреть нужно дождаться когда первые юниты отработают и сожгут все свои коины которые используют для minting новых коинов которыми мы все с вами пользуемся вот такая вот небольшая вводная часть пожалуйста если вопросы есть давайте попробуем сейчас на них ответить и я хочу сейчас перейти непосредственно на minting unit и немножко показать вам кабинет и соответственно покликать по хэкшен транзакции чтобы можно было ответить на вопросы поскольку сегодня андрей если вы со мной то немножечко было бы здорово если бы вам не скинули ссылочку на наши опросы так здорово нас почти 200 человек это круто а почему не 500 меня слышно вообще то почему то не вижу обратной связи в чате добрый вечер добрый вечер добрый вечер германия здравствуйте так плюсики пошли хорошо почему сейчас такая тишина друзья скажите пожалуйста вот то что я сейчас вам сказал это было интересно или это было сложно или это было хочу вам вообще в рейс какие секунды какие униты о чем вообще происходит речь сложно очень интересно но очень сложно хорошо вот смотрите елена вы говорите что очень не все понятно простых и хочется простых объяснений давайте попробуем объяснить ситуацию как бы хорошо вы можете сейчас просить вот пока мы с вами все вместе на наш сегодняшний вебинар он такого формата общения можете спросить что вам непонятно вот давайте переступить непосредственно непосредственно к продуктам возможно что на примере продуктов это будет понятнее и это будет полезней что ли давайте тогда начнем наш демонстрацию нашего экрана да сейчас будем демонстрировать наш экран но к сожалению при демонстрации крана я не смогу видеть чат хотя смогу я сделаю хитрую штуку и все получится хорошо должно получиться все хорошо да так окей ну что начинаем наш шаринг сшарить экран открыть нет давайте попробуем это давайте попробуем через приложение потому что приложение как правило ага вот она уже открылась оно позволит мне выбрать ту зону покрытия которая мне как раз таки и нужна вот скажите пожалуйста сейчас видна ли картинка пошла ли картинка вам на экран так давайте сейчас посмотрим что у меня на рабочем столе у меня на рабочем столе лес и новая папка новая папка так лес и новая папка возвращаюсь к вам есть картинка то есть все в порядке да было видно хорошо замечательно тогда я сейчас открываю вот эту штуку да это наш кабинет непосредственно это наш тестовый аккаунт который мы с вами неоднократно уже видели в наших прошлых вебинарах когда мы с вами общались по плате хиро мы вернемся к нему потому что то участник нашего комьюнити в плате хиро и на него примере будем еще много 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 проводить встречи хорошо смотрите самое интересное конечно же limited edition новые паки которые доступны прямо сейчас по текущей акции пожалуйста не упускайте время потому что 24 число сегодня завтра 25 число последний день действия данного промоушена вы давайте к нему вернемся позже потому что я уверен что по нему вопросов тоже будет порядочно но давайте сначала посмотрим на наше юниты которые у нас есть если я зайду в май юнец я не уверен здесь на этом аккаунте у меня есть да у меня есть здесь вот отлично отлично в этом моем аккаунте у меня сейчас есть прямо таки живой пример на котором можно это продемонстрировать и показать дорогие друзья смотрите что касательно наших продуктов ментинг юнитов которые на текущий момент они обновились и мы об этом писали в блоге мы написали классные статьи мы об этом сделали публикацию наших каналах о том что мы обновили наши ментинг юниты и сейчас все партнеры у которых были десятки а то и сотни ментинг юнитов такие партнеры тоже есть они видят эти ментинг юниты собраны по категориям то есть так нет демонстрации не видно картинки почему есть все есть все если мне тоже думаю что должно быть видно 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 есть есть хорошо все понял спасибо тогда смотрите то есть вы помните как это было ранее то есть когда у вас был каждый продукт в отдельной категории вон он был отдельной карточкой и ментил соответственно данный продукт по отдельности каждый продукт по отдельности как мы понимаем все вот давайте да сейчас как раз таки вот ту идею рассказать про борьбу с технологией про оптимизацию технологии можно будет рассказать вот здесь я очень могу рассказывать про это просто часами сутками а когда мы с вами видели в нашем дешборте наши карточки наших ментинг юнитов один второй третий четвертый пятый 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 десятый и так далее до 156 а это было не совсем удобно сейчас на базе технологии смарт-контрактов это позволило нам объединить ментинг юниты в категории мы с вами знаем что у нас есть юниты категории стартер basic про плюс премиум платен и все эти юниты их можно объединить следовательно их можно показать удобно то есть с точки зрения графического восприятия данное улучшение она в первую очередь коснулась визуальной части то есть человек теперь может посмотреть да и описание этих ментинг юнитов как они работают может непосредственно увидеть все свои категории которые у человека есть у партнера есть и посмотреть какие конкретно ментинг юниты на текущий момент у него работают то есть какой ордер номер до ордер заказа соответственно когда он был создан и когда он соответственно будет использован но как мы видим здесь сейчас у меня дата экспирации дата окончания ментинг юнита не установлена она не установлена почему потому что данный ментинг юнит находится в режиме ожидания и вот здесь начинается самое интересное то что после обновления касается максимальной безопасности представьте себе что если раньше ментинг юнит добывал коины то сейчас добыча происходит исключительно на мобильный телефон на ваше приложение и лси болит вы имеете ключи от ваших кошельков от фермерского кошелька и от главного кошелька и вот именно с этими кошельками взаимодействует ментинг юнит это в первую очередь безопасно почему потому что когда вы не зависите от сайта не зависите от компании не зависите от поддержки не зависит и ни от кого вы заключаете смарт-контракт с блокчейном и вам не важно что завтра сайт будет на тех работах завтра сайт будет закрыт завтра сайт будет обновляться и он опять не смогу вы не сможете попасть в кабинет мы все с вами работаем в реальном мире все банки все социальные сети абсолютно все сервисы время от времени испытывают сложности с доступом сельском большой наплыв где-то авария в дата-центре аварии в дата-центрах это постоянное явление и мы это видим по большей части пользователи этого не видят но на самом деле огромная доля работы это в поддержке системы до переброски на дублирующей системы то есть это не один компьютер где-то сервер стоит в подвале а это огромные мощности которые позволяют во всей стране по всем странам в любом в любой точке зеленого шара получить доступ к этому ресурсу и без какие-либо проблемы пользоваться но даже с нашим объемом а мы на самом деле уже очень большие междунациональные мы можем испытывать какого-то рода проблемы так вот заключение смарт-контракта с блокчейном избавляет всех пользователей от переживаний насчет сайта потому что все коины весь процесс ментинга теперь отображается сразу же в приложениях приложение PLC фарм у меня к сожалению на текущий момент приложение PLC фарм отсутствует по особым причинам на умни сейчас стоит другая версия стируем новое приложение для вас и скоро выпустим его поэтому продуктовая часть она пока у меня не установлена но это то что вы видите в своих кошельках в своих приложениях это полностью ваши коины смарт-контракт отминтил коины исключительно вам на кошелек не куда-то в кабинет а именно вам в кошелек и только вы имеете доступ к этим кошелькам только вы имеете доступ к этим коинам поэтому очень важно ни в коем случае не потерять свои ключи распечатайте папку документами положите и храните поскольку только при наличии ключей приватный ключ и транспортный пин можно разблокировать кошелек импортировать его на любое другое устройство и следовательно коины которые миндятся именно потому что они используют технологию смарт-контрактов блокчейна кошельков они сразу же кубам на кошельки минтятся это сразу же отметает девяносто девять процентов всех мошеннических операций то есть это невозможно подделать смарт-контракт вы его заключили на вашем кошельке все и только вы имеете доступ к вашим коинам по поводу ментинговых транзакций которые отображаются на этой страничке друзья как только вы активировали ментинг юнит здесь начнется история транзакций и активация на текущий момент вот сейчас да вот мы сейчас выкатили в новый продукт до новой новую акцию новая промоушен активация сейчас приостановлено она возобновится завтра если ваш ментинг юнит находится в статусе пендинг ничего страшного значит процедура еще не завершена и как только она будет завершена сразу же можно будет увидеть результат этой активации как происходит активация очень просто в каждом ментинг юнити есть кнопочка активировать юнит активировать ментинг юнит нажимаете на него активировать ментинг юнит сканируете qr-код вашим приложением PLC wallet предварительно авторизовавшись в него то есть для того чтобы активировать ментинг юнит нужно первую очередь назначить главный кошелек и назначить фермерский кошелек иначе активация будет недоступна почему когда у вас нет кошелька блокчейну не с чем заключать смарт-контракт когда у вас нет фермерского кошелька блокчейн знает что он может быть подписан этим кошельком да вот смарт-контракт как работает технология смарт-контракта это подпись транзакция которая подписывает вот когда вы сканируете qr-код вот просто да вы открываете элементарно навели камеру да на телефон на экранчик навели камеру посмотрели всплыло сообщение и нажали кнопочку ok что происходит в этот момент в этот момент когда вы нажимаете на кнопочку сканировать qr-код происходит просто тысячи процессов которые смс-посверяют кошельки является ли человек который сканирует данный qr-код владельцем данного ментинг юнита простой вопрос то это же я я живот купил я живот оплатил я живу хочу сейчас его активировать как доказать что я являюсь владельцем данного ментинг юнита логин и пароль кто-то пришел ко мне домой и увидел мой логин пароль пришел к себе домой и ввел это безопасно нет это небезопасно а как обезопасить себя от вмешательства посторонних людей логин и пароль потерять легко особенно в наше время когда способов взломов просто нереальное количество и самая главная проблема всех пользователей которые потеряют доступ это отсутствие надежных паролей и не 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 ненадежное хранение этих паролей на записочке где-нибудь под монитором или же просто один два три четыре пять элементарнейший пароль они все позволяют потерять доступ просто по банальным такому человеческим фактором не программно не хакеры сидят и что-то там пишут что-то взрывают там взламывают пентагоны нет банальная человеческая ошибка просто человеческий фактор использовал один пароль дату своего рождения или пароль пароль админ админу простых примеров уйма и таким образом потеряли доступ к своему аккаунту и что происходит какая проверка происходит на этапе активации юнита как убедиться что-то человек который приобрел минтинг юнит в 2018 году имеет право на его активацию да он работал все это время но теперь пришла пора немножечко усилить безопасность как нам убедиться что-то тот человек очень просто перед тем как человек происходит про и проводит активацию он назначает свой главный кошелек почему он назначает свой главный кошелек он назначается не в саппорте главный кошелек создается исключительно пользователя мною вами всеми гостями нашего вебинара нажали на кнопочку в приложении pierson wallet Зашли в аккаунт приложения, в аккаунт PlatinCoin. Нажали «Хочу создать новый кошелек», назначить его главным. Назначили его главным. Все, данный кошелек теперь соотносится с вашим аккаунтом. Есть у вас аккаунт, есть у вас кошелек. Все, они сдружились. И получается, что когда я буду сканировать главным кошельком данный QR-код, система мне скажет «А, это ты, привет, да, это твой кошелек, правильно, ты имеешь право на активацию данного юнита». Но я не могу тебе его активировать, потому что у тебя нет фермы. Потому что я нинчу на ферму. Так удобней. С фермы можно сразу пополнить и сразу заключить смарт-контракт нинтинговый, заморозить коины сразу на ферме. Поэтому здесь вам ваш кабинет личный подскажет, пожалуйста, назначите фермерский кошелек, назначите главный кошелек. И только после этого вы сканируете данный QR-код вашим приложением в авторизованном состоянии. И вас пускает система на подпись смарт-контракта. Что такое подпись смарт-контракта? Это транзакция. Да, все, что происходит в блокчейне, это по сути транзакции, которые подписываются ключами с одной и с другой стороны. Что происходит, когда вы активируете ментинг юнит? Все просто. Коины, которые были зарезервированы в аренде, под конкретный ментинг юнит, они ожидают ментинговых транзакций, они ожидают активации. Человек, который является владельцем данного ментинга юнита, он его арендовал, он его оплатил, обязан подписать своим кошельком, тем самым подтвердив, что это он, он сам, не кто-то другой, а именно он. Он имеет доступ в аккаунт, 2FA-аутентификацию, он имеет главный кошелек, он авторизовался в приложении. То есть сколько барьеров нужно пройти, чтобы активировать. И только тогда, когда он сканирует данный QR-код, формируется транзакция, которая подписывается этим ключом, который находится в приложении PLC Wallet. Ваш кошелек является ключиком к подписи данной транзакции, которая отправляется в блокчейн. И блокчейн смотрит, о, действительно, на этот кошелек, по этой транзакции положено столько тайкоинов, которые я сейчас заморожу, и столько тайкоинов, которые я сейчас отминчу и буду ментить, на вот такой кошелек, который является вашим фермерским кошельком. Вроде бы просто, да, вот сейчас мы сканируем QR-код, я его отсканирую, здесь появится кнопочка IUSHOR, а я, кстати, не смогу сейчас это сделать, потому что у меня находится другой кошелек в управлении. Да, я сейчас, если я сейчас осканирую данный QR-код, мне система скажет, как мне это показать, мне система говорит о том, что, извините, действие невозможно. Действие невозможно. Пожалуйста, пройдите авторизацию, что-то не так с вашим аккаунтом. То есть я уже сейчас на этапе тестирования, на этапе вебинара, не могу активировать ментинг-юнит, пока не импортирую кошелек и не произведу авторизацию в конкретный кабинет, в конкретный кошелек. Это защищает, ну, очень крутая безопасность, в нашем случае, до этапа формирования смарт-контрактов даже. И как только вы активировали ментинг-юнит, данный ментинг-юнит переходит в состояние пендинг, то есть здесь загорается зеленая, синенькая лампочка. И эта синенькая лампочка после успешной активации, поскольку на блокчейне все происходит не мгновенно. Нужны блоки, нужны подтверждения, нужны подтвердить транзакцию, одна, вторая, третья, четвертая, пятая нода. То есть на каждой транзакции в блокчейн-эксплорере вы можете видеть статус, подтверждена, не подтверждена, сколько подтверждений. Так вот, именно эти подтверждения требуются блокчейну с разных нод. Такая транзакция действительно есть, и она действительно реальная, я подтверждаю, каждая нода подтверждает, и по нескольку раз. То есть происходит, да, такая повторная проверка существующих данных в блокчейне. Спустя этой проверки, спустя определенного количества блоков времени, данный ментинг-юнит активируется, загорается зелененькая лампочка онлайн, и после этого происходит ментинг коинов на PLC-фарм кошелек. Сразу же вам на кошелек смарт-контракт исполняет обязательства по каждому ментинг-юниту, если у вас их несколько, он объединяет их в одну транзакцию и раскидывает это все согласно тайм-кодам, которые нужны для, согласно каждого ментинг-юнита. Все очень просто, но, как вы видите, это не совсем просто, поэтому давайте двигаться дальше. По поводу активации ментинг-юнитов, которые были ранее, я думаю, что сейчас немножечко вопросов пришло. По поводу активации ментинг-юнитов, давайте сейчас закроем нашу тему с именно юнитов, которые были обновлены, не инстант-юниты, а именно те юниты, которые работали у нас на протяжении, в прошлом промоушне, то есть они сейчас находятся здесь. Так, сейчас отвечу по поводу паспорта. Так, не видно, не видно, 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 видно. Нужна система платин-паспорт. Да, привет из Казахстана. Пришло у других. Смотрите, почему на некоторых ментинг-юнитах, вот здесь, например, могут быть разные значения. Не забывайте, дорогие друзья, что данные юниты, они работали на протяжении всего времени, и все партнеры получали свои коины согласно арендуемых ментинг-юнитов. То есть у кого-то ментинг-юнит отработал год, у кого-то ментинг-юнит отработал 3 дня. И, соответственно, после активации у того человека, у которого ментинг-юнит отработал уже год, он отработает 2, а тот, у кого отработал 3 дня, отработает 2 года и 362 дня. Поэтому отсюда и разные значения по ментингу в зависимости от того, сколько юнит уже отработал. Он не может отработать больше, чем ему позволено по номиналу. То есть у него задача, все ментинг-юниты имеют ограничение max rate 0.66 PLC в месяц. Это самый базовый, самый стартер ментинг-юнит. Если у меня данный ментинг-юнит бы работал, допустим, если бы он работал с 2018 года, то на текущий момент у меня бы было, не знаю, пару-тройку месяцев. И мой ментинг в ожидании здесь составил бы копейки. Но так как у меня 2 ментинга-юнита, они практически не работали, то получается, что в сумме они мне сейчас принесут после активации 2 своих ментинга, 2 своих полных ментинга по каждому из них. То есть если мы с вами просто посчитаем, сколько ментинги-юнит у нас сейчас, вот текущий, да, ментинги-юнит-стартер 0.66 умножить на 12 месяцев умножить на 3. Подстрекольность 23.76. Если мы их умножим на 2, на 2. Это 47.52. У меня уже по текущим юнитам... Ой, вернись, пожалуйста. Нет, это тоже не то. Вот, вот, вот. Как мы видим, у меня здесь 45 из 47. Потому что данные юниты работали до обновления. И то, что они отработали уже, соответственно, не может быть отработано еще. В этом вся и суть. У кого-то могут быть юниты, которые работают 3 года, у кого-то могут поработать 2 года. В целом, каждый ментинги-юнит работает 3 года. Но если у вас уже исчезло, ой, если уже отработали, если есть отработанный период, то, соответственно, юнит будет добывать меньше. Потому что он когда-то уже отметил больше. Так, получается, что нужно свой кошелек обязательно. Да, Валентина, конечно. Я на вопрос отвечу попозже, да, наверное, буду, потому что будет прыгать картинка. Это не очень хорошо. Так, 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 так. Получается обязательно... Нет, зачем? Вы можете не импортировать кошелек на другое устройство. Вам достаточно иметь один кошелек главный и один кошелек фермерский. Вы можете хранить свои ключи, убедиться, что они работоспособны, и забыть про них. Вообще, просто положить их в папочку, в ящичек, в сейф, как хотите, как вам больше нравится. Так, окей. Давайте теперь мы с активацией ментинг-юнитов поговорили. Теперь у нас есть другие ментинг-юниты. Наши инстант ментинг-юниты. Как мы видим, на этом аккаунте у меня есть два ментинг-юнита. Один из них активирован, другой из них еще не активирован. То есть, вот этот вот юнит, его нужно активировать, а этот юнит уже активирован и просто уже отработал. Просто уже он отработал. То есть, как мне посмотреть историю по этим ментинг-юнитам? Все просто. Складка история. И я вижу, что какой-то ментинг-юнит мне принес 5 PLC на мой кошелек. Это мой главный кошелек, и мне удобно в этом посмотреть. А транзакция, хэш-транзакция сразу же ведет наш на блок-эксплорер. То есть, я вижу, что одну неделю назад была завершена транзакция. Мне было прислано как раз-таки моих 5 платинкоинов. Вот они, да, на мой кошелек. PL2K. Давайте сверим, да. PL2K. Да, действительно, PL2K это мой кошелек. И если я хочу убедиться полностью на 100%, что это мой кошелек, я иду в раздел кошельки и вижу, что вот он мой главный кошелек. PL2K. То есть, соответственно, я здесь вижу, что все хорошо, все работает. И процедура активации Instant Minting Unit, она точно такая же, как и активация обыкновенных ментинг-юнитов. То есть, кнопочка «Активировать». И эта инструкция отображается для всех. Причем, для Instant Minting Unit здесь даже есть еще кнопочка на статью, которая перебрасывает нас на непосредственно блок, в котором более подробно написана технология активации. То есть, вы здесь можете посмотреть инструкцию, как активировать Minting Unit, почитать, как это работает и сколько он, на самом деле, базовая технология, как он работает. То есть, удобно, удобно, еще раз удобно. Хорошо. То есть, теперь давайте я посмотрю в чат и гляну, что за вопросы. Сколько времени после активации и ожидает, сколько времени он ожидает. Смотрите, если в текущий момент у вас бот находится в ожидании, то завтра он должен заработать. То есть, на текущий момент в связи с обновлениями немножечко, эта процедура немножечко замедленность. Как правило, это один день, ну, до одного дня, до 24 часов. Но, как правило, это может быть даже быстрее. То есть, но если вы сейчас активировали юнит, он находится в стадии ожидания, синенькая, да, горит лампочка, то ничего страшного в этом нет. Завтра эта лампочка должна загореться зелененьким цветом. Владимир, завтра, вот сейчас ребята закончили нам выкатывать наш новый продукт, а он везде, да, он находится и в Дэшбарде. Наша с вами акция Limited Edition, он находится и в разделе Наши продукты здесь, он находится в разделе Промо здесь. То есть, чуть-чуть подождать, и завтра вы сможете увидеть свои заветные зелененькие лампочки в ваших ментинг-митрах. Да, то есть, но стоит тоже обратить внимание, что огромное количество людей, это вот я, когда это все запустилось, я рассказывал, да, на нашем созвоне с лидерами, то есть, какое количество транзакций просто работает, при том, что это только начало, то есть, это даже еще не фональная активация, это только подготовка, но тем не менее, просто сумасшедший объем транзакций. И это тоже была проверка для всех нас, для всех участников комьюнити, как наша с вами система поэтапно переходит на блокчейн полностью, то есть, а как это происходит, вы видите, это все прямо сейчас, своими глазами вы это все видите, что кошельки используются, хиру используют смарт-контракты, ферма смарт-контракты, теперь и продукты, все используют смарт-контракты, и наш блокчейн работает, работает и будет работать. Так, я заморозил монеты. Так, все монеты, которые вы заморозили по смарт-контракту, они ненерушимы, то есть, ими невозможно пользоваться на протяжении одного года. Если мы говорим сейчас, да, за контракт фермы, то есть, вы подписали соглашение с блокчейном, смарт-контракт, что такое смарт-контракт? Это набор правил, которые хранятся в блокчейне по конкретному адресу, а в этих правилах прописана дата заморозки, дата разморозки, сколько коинов нужно отметить, и куда их нужно отметить, и вот этот период, который заморожен, он не подлежит изменению ни со стороны блокчейна, ни со стороны вас как пользователя. То есть, пользоваться этими коинами невозможно. Процесс минтинга также прописан в смарт-контракте. Каждый месяц определенного числа, то есть, на миллисекунды, я сказал, времени, это все известно блокчейн, он обязан на такой-то кошелек дать такую-то, 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 какую-то сумму. И поэтому, вы видите, в своих приложениях, серенькое еще не отметилось, золотая отметилась, отметилась, отметилась. Повлиять на данный процесс невозможно. Перевести коины из фермы, которая уже имеет свободный баланс, пожалуйста, трансфер ту мейн валет, только на мейн валет, никуда иначе. И в дальнейшем можете их использовать по своему усмотрению. Можете на биржу, можете на платин хиру, можете еще куда-нибудь, то есть, можете заморозить их обратно на ферму. То есть, процедура трансфера из фермы на валет, она открыта, пожалуйста, можно их использовать. Так, после активации где идет минтинг? В кабинете или ферме? Но где тогда 30% запутался? Смотрите, давайте вот сейчас, да, давайте, я сейчас закрою экранчик, на демонстрацию экрана пока поставлю на паузу, стоп-шаринг и вернусь непосредственно к вам. Да, наша трансляция завершена. Давайте сделаем вот так. Смотрите, мы не должны с вами путать, мы не должны с вами путать, что есть разного рода транзакции. Самые базовые транзакции. Отправил, получил. Одну транзакцию я получил, вторую транзакцию я отправил. Два коина я отправил, эта транзакция отправит. Мне кто-то прислал 5 коинов, эта транзакция я получил. Здорово, все понятно, все предельно просто, ничего сложного. Если мы с вами говорим за работу смарт-контрактов, мы должны с вами различать. Есть ферма, приложение фермы, которое может создавать фермерский смарт-контракт, минтинговый смарт-контракт по ферме. В нем своя математика в нашем блокчейне, которая работает исключительно в нашем блокчейне. 30% годовых, заморозка на один год и регулярный минтинг коинов на протяжении всего года в 12 частях. Это удобно? Да, это удобно. Это привычно? Да, это привычно. Все знаем, что такое год, что такое месяц, следовательно, это все удобно и хорошо. Что происходит по фермерскому смарт-контракту? Вы заморозили коины на один год, блокчейн вам отминтил новые коины. Новые коины вы можете использовать, можете замораживать. Как только пройдет год, коины, которые были заморожены по ферме, размораживаются. Все. Кстати, сейчас у нас будет в августе и сентябре разморозка первых контрактов по ферме и можно будет их обратно заморозить повторно и тем самым продлить минтинг, обеспечить себя как ферма на 10 лет вперед. То есть это только один год проходит. Поэтому сейчас, скоро, через пару месяцев, начнутся размораживаться первые коины по первым смарт-контрактам. Это наш смарт-контракт по ферме. Есть теперь другие продукты, наши минтинг-юниты, которые используют схожую технологию, но при этом имеют отличия. Если ферма использует для заморозки ваши коины, мои коины, то есть я как собственный коинов, я владелец этих коинов, используя инструмент PLC Farm через Power Minter, да, я приобрел Power Minter, мне дали ферму на 10 лет с таким-то Макс Лоудом и с процентным минтингом 30% годовых. Я использую свои коины. В продуктах минтинг-юнит коины используются не мои, не личные коины, выделяются под аренду. То есть модель классическая, человек, пользователь, оплативший минтинг-юнит, берет в аренду. Во-первых, это не только лишь какая-то программная часть, нет, это целый комплекс, комплекс, который включает в себя и hardware, да, то есть это и мощность, это физическое оборудование, и software, то есть как программная часть, так и аппаратная часть. Вместе они объединяются в минтинг-юнит, то есть просто представьте себе, что где-то в серверной, где-то на каком-то компьютере, на каком-то сервере выделена область конкретно для этого юнита, с конкретными коинами, которые остаются в загрузке, да, то есть коины берутся за основу, замораживаются, и с их результата минтинга вы получаете коины, то есть ваши коины, которые произведены в результате минтинга, минтинг-юнитов, это коины, добытые в результате определенного объема коинов, которые были выделены под этот минтинг-юнит в аренду на определенный срок, и вот они работали. После того, как минтинг-юнит отработает, коины, которые были под арендой, они сжигаются просто. Вот сейчас, как я принял пример на инстант-минтинг-юнити, коины, которые были использованы для минтинга новых коинов, по истечению срока контракта, они ликвидируются, они уходят с сети, они никогда в жизни не будут использованы ни кем, ни как и никогда. То есть, и в этом самое главное отличие, минтинг-юнит минтит коины с использованием сторонних коинов, ферма минтит коины с использованием своих собственных коинов. Вот и все отличия. Добрый вечер. Добрый. Хорошо. Андрей, если есть пожелания, вопросы, которые сбрасывали в чат, поможет продублировать мне, я постараюсь на них ответить. Мне в личку, наверное, кто-то прислал, да? Сейчас, секундочку. Так. Хорошо. Вопросы есть. Ну, давайте пробежимся по вопросам. При оплате пакета за USDT-TRC20, конечно же, это все идет в кэш-бонус. Так. Фермы за 1100 евро уже не существует. Дорогие друзья, все, прошлая история остается в прошлом. То есть, на текущий момент мы с вами имеем три продукта Limited Edition стоимостью 1200, 6000 и 12000 евро. То есть, более продуктов за 1100 или другого уже недоступно и не будет. Так. Куда будут проходить монеты со смарт-контрактов бизнес-ноды на главный кошелек или на баланс фермы? Дорогие друзья, вот смотрите, сначала нужно непосредственно, исключительно добиться результата всех произведений, всех тестов. То есть, не потому что сейчас не хочу рассказать или не могу рассказать. Нет. Давайте все-таки дадим времени устояться технологии. Проверить сумасшедшее количество кейсов, которые никогда никто не мог вообразить, что так можно сделать. Но вот если так сделать, оно не будет работать. Постоянно. И, следовательно, эта информация обязательно будет опубликована. Обязательно будет опубликована, когда данная технология будет доступна для пользования. Не переживайте. В данный момент вопрос, который интересный, но ответ на него будет дан чуточку-чуточку позже. И про активацию секьюр-бокса, да тоже, пожалуйста, я понимаю, что всем интересно с активацией мест. Уже вот-вот скоро данный продукт выйдет в продакшен, а с нашим условием, нашим промоушеном, когда он объединился с текущей акцией. Так тем более, но чуть-чуть нужно потерпеть, чуть-чуть нужно подождать. Так. Да, все верно. То есть, ваша ферма сейчас по обновлению, то есть, что произойдет в ближайшем будущем. То есть, на текущий момент приложение фермы, оно умеет смотреть, да, оно умеет показывать количество замороженных коинов на вашем кошельке. И та часть, которая сейчас является замороженной, конечно же, она будет уменьшаться. Почему? Потому что в этом заморозке участвовали коины, которые Mintintunit от Mintil, и постепенно он вам их размораживает. То есть, это не те коины, которые были заморожены вами, но тем не менее, пока вам не доступны, следовательно, они будут уменьшаться. Все верно. Но в ближайшем будущем произойдет обновление приложения PLC Farm, специально для того, чтобы увидеть два баланса, два виджета новых. Один, который отвечает за контракты фермы, второй, который отвечает за контракты Minting Units. То есть, чтобы и вам было удобней, и приложению было правильно показывать, что у нее есть и с чем она работает. Так, смотрим дальше. Вот, смотрите, да, очень классный вопрос, очень классный вопрос по поводу нашего текущего промоушена. Смотрите, данные подарки, да, все, что полагается сейчас в рамках данного промоушена, оно будет начислено и активировано чуть-чуть позже. То есть, потому что сейчас мы работаем как раз таки над внедрением данного продукта, и это первая, так сказать, да, то есть поощрительная акция для всех партнеров, кто заинтересован в новом продукте. Но в ваших личных кабинетах обязательно, уже сейчас я знаю, как это будет выглядеть, но тем не менее, вы увидите прогресс по заполняемости MaxLow, да, вы увидите прогресс по активации доступных Minting Unit, вы увидите историю транзакций по каждому Minting Unit и так далее, так далее, так далее. То есть, все это будет удобно, красиво, информативно, видно в личных кабинетах, и можно будет легко активировать, легко отследить и легко спланировать, когда какой-то Mint будет активирован и так далее. То есть, не переживайте. Так, донат поинт приравнивается к евро, 200 поинтов равняется 200 евро. Да, смотрите, то есть здесь простая математика. Вот, например, у вас есть желание на Platinum Hero приобрести какую-нибудь вещицу, да, за совершение доната. Project Starter на Platinum Hero всегда указывает стоимость своего таргета, да, своей цели в евро. Следовательно, базовой валютой для совершения целей, да, для понимания, сколько нужно заморозить, в какие сроки исходит евро. Евро у нас представляется в виде Platinum Coin, понимается сумма, которая требуется для заморозки, и она выступает в качестве таргета для проекта Platinum Hero. То есть, в евро присутствует хоть так, хоть так. Следовательно, донат позволяет вам напрямую использовать их для совершения донатов, но это никаким образом не повлияет на сам Platinum Hero. То есть, он продолжит заполняться, то есть, в соотношении с совершенными донатами, как с Platinum Coin, так и с Donation Point. И представьте себе, что Donation Point это вообще просто фантастическое решение, когда два комьюнити, да, вот мы с вами говорили, я еще раз повторюсь об этом, два комьюнити, Platinum Coin, Platinum Hero. Мы все в одной системе, мы все в одной системе, это все здорово, но посмотрите, да, вот скоро будет год, как эти проекты будут существовать, а вот тесной такой интеграции нет. Они просто как бы два брата, они друг с дружкой, но не совсем как бы вместе, они рядышком, но не вместе. Когда происходят Donation Point, Platinum Coin протягивает руку в Platinum Hero, потому что каждый человек, который сейчас участвует в текущем промоушене, получает Donation Point, который может идти и тратить на Platinum Hero. То есть, таким образом, за один продукт, который оплачивает человек на Platinum Coin, можно совершать действия и получать вознаграждение по проектам на Platinum Hero, объединившись вместе. И это только одна часть, я уверен, что в дальнейшем вы увидите новости и обновления, которые вам очень понравятся. Хорошо, еще один вопрос. Так, банковские карты мы сегодня не обсуждаем, мы сегодня технику, контракты, вот это вот все, только хардкор. Так, 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 по какому принципу по активации ментинг-юнита происходит начисление коинов на ферму? А все просто. Смарт-контракт, вот каждый ментинг-юнит, каждый ментинг-юнит должен отминтить какую-то часть коина. Наверное, стоило уточнить, этот вопрос касается новых юнитов или же старых юнитов. Если это касается старых юнитов, то здесь все просто. Каждый ментинг-юнит имеет свою мощность, свою скорость добычи. Вот если мы возьмем самый маленький ментинг-юнит, это 0,23 ПЛЦ 76 сотых в год, 0,66 в месяц, это его максимальная мощность добычи. То есть больше он физически не может отметить. Как бы Жигуль не хотел ехать 200 км в час, ну не поедет. Я не говорю без каких-нибудь реактивных двигателей, нет. Обыкновенная машина, да, без вмешательства в тюнинг-нот. Ну не едет он никак. И получается, что мы знаем мощность каждого ментинг-юнита. Каждый ментинг-юнит уже что-то отработал. И получается, мы знаем, сколько ментинг-юнит должен отработать в итоге. Отсюда и смарт-контракт. Он понимает, какое количество коинов нужно отметить еще. И завершает смарт-контракт, используя те коины, которые были выведены под аренду, под этот ментинг-юнит. И совершает ментинг на кошелек пользователя. То есть здесь все просто. Есть мощность, есть время, есть сколько коинов уже добыто. Остаток на кошелек. Все, ментинг завершен, смарт-контракт заключен. Все успешны, все счастливы. Так, нет. Instant Minting Unit только за фиатные средства. То есть это фиат, это кэш, это BTC, USDT, USDC и на TRC20. Так, вопрос интересный. Что мне дают 4 покупки? Пендинг-баланс. А, ну так это ферма. То есть оплата Power Minter с пендинг-баланса, это увеличение своей фермы. То есть увеличить MaxLot, который позволит вам загрузить ферму больше количества коинов. А при загрузке большего количества коинов, соответственно, и больше ментинга таких коинов. То есть это все очень просто. Так, насчет продукции сегодня закончится и больше не будет в акции. Вот, смотрите, мы сейчас говорим с вами о наших новых ментинг, наших новых, новом промоушне. Да, вот есть Platin Pack, Premium Pack и Plus Pack. Итак, старая стоимость данных продуктов, которые были у нас в прошлом месяце, да, вот там тоже была у нас акция, она была другой. По другой цене. Абсолютно другое количество подарков. Просто абсолютно другая технология. Абсолютно другое взаимодействие и абсолютно другое развитие продукта как такового. Потому что текущие продукты, они все нацелены на интеграцию PlatinCoin со всеми своими сервисами. На интеграцию обеспечения ликвидности на рынке. То есть то, чего раньше не было. Именно для этого сейчас здесь и Blockplaces, и Donation Point, и улучшенные ментинг-юниты по сравнению с теми юнитами, которые присутствовали в прошлых пакетах. Вот самый наглядный пример, если мы с вами посмотрим на ментинг-юнит, вот допустим, Platin. Прошлый ментинг-юнит имел ментинг, мощность добычи, 3013 PlatinCoin. За весь период, за все три года, 3013 PlatinCoin. Текущий Platin Minter добывает 7400. Да, не просто так, но в несколько раз больше. Просто в 2,5 раза больше, чем это было в прошлом ментинг-юнити. И опять-таки, каждый этот продукт увеличивает ликвидность на рынке, тем самым, что обеспечивает увеличение объемов торгов и стоимость самого PlatinCoin на внешних рынках. Это круто. Donation Point, Blockplaces. И одна из особенностей этих Blockplaces является то, что одни, безусловные, вот есть 2, 6, 12 блокчейн-мест, которые просто доступны пользователю по факту приобретения данного продукта. И еще бонусом дополнительно Blockplaces, которые ждут условий, ждут активации по факту достижения MaxLawada, согласно пакету, которым он был начислен. То есть, именно поэтому текущая промо с новыми продуктами, с новыми ценами и старых цен уже, извините, дорогие друзья, не будет. Каждый раз, все время повторял, да, все время повторяли все, все лидеры, абсолютно все. Ребята, не всегда промоушен закончится, нет. А мы подождем, в следующем году, это как с биткоином, да, то есть, 10 не буду, 20 не буду, 100, а уже поздно, 1000, ой, уже поздно, 10, ой, 20 надо покупать. Купили по 20, до 3000, ба-ба, упали. Всегда все хотят за то, что спасение вагон, но не всегда это у всех получается. Так, сделала активацию, монеты не появляются. Расскажите, пожалуйста, проверьте, пожалуйста, статус вашего минтинг-юнита. Какой у него стоит статус? Зеленый, онлайн, это он работает, он в сети, он минтит, 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 минтит. Синенький, пендинг, значит, где-то в блокчейне формируются огромные транзакции, блоки, которые формируют сумму, которую необходимо отминтить, и завтра она у вас будет активирована, и завтра вы получите все свои коины на ваш кошелек. То есть, я ожидаю, что все коины, все юниты, которые находятся сейчас в стадии пендинг, они все будут активированы в течение завтрашнего дня. Так будет правильнее. Так, ну, смотрите, вопросов у меня побольше нету в нашем документе. То есть, вопросов больше нету. Мы с вами провели один час. Мы с вами провели один час вместе. Я думаю, что это, в принципе, неплохой результат для нашей первой встречи. Так, заморожено и доход в месяц. Имею в виду совершенно разное. Я уже говорил о том, что данные виджеты будут разнесены. Пожалуйста, внимательнее. То есть, приложение PLC-фара будет обновлено. Виджеты приложения PLC-фара будут обновлены. Смарт-контракты, которые будут понимать приложение PLC-фара будут разного типа. Одни по ферме, другие по ментинг-юнитам, по новым ментинг-юнитам, по инстант-ментинг-юнитам, по всем ментинг-юнитам отдельно. И, следовательно, в ближайшем будущем вы все эти обновления увидите. То есть, пожалуйста, следите за обновлениями и всегда вовремя обновляйтесь на новую версию программы. То есть, независимо, это Android, это iOS, это PLC-фарма, это PLC-волет. И заметьте. Заметили ли вы, просто, что какое количество апдейтов происходит сейчас и параллельно. То есть, я считаю это большим достижением, когда при обновлении всех компонентов системы, а у нас на текущий момент, меня сейчас начинают нести куда-то туда в степь к космическим кораблям, то есть, вот просто обновить все и сразу, это колоссальные усилия. Это все равно, что, вот знаете, да, вот есть в Москве, допустим, да, водопровод, газопровод, транспортная система, электрическая система. И вот всех их нужно обновить разом, просто разом. Не где-то в районе Кремля, не где-то в районе Гальянова, не где-то в районе Гор, а везде и всюду. Просто, зараз, взяли весь водопровод, всю электрику, весь транспорт, весь газ, все, просто моментально. Точно так же и в нашем случае у нас есть с вами блокчейн. Блокчейн завязан не только на всех пользователей, завязан на всех биржах, вообще во всем мире. Есть блок-эксплорер тот же, который обращается ко всему этому внутреннему ресурсу, и показывает вам, транслирует карту блокчейна внутри. Это не сам блокчейн, это монитор, это график, это скрининг, который показывает, это проводник в блокчейне. Мобильные приложения, мобильные приложения 4. Android кошелек, Android ферма. iOS кошелек, iOS ферма. 4 приложения. Каждая работает на своем собственном языке, на своей собственной операционной системе. И каждая обращается к нашей блокчейн-сети, к нашим внутренним ресурсам. В дальнейшем, да, есть личные кабинеты, есть сайты, есть фермы. То есть старые контракты не могут сломаться, не могут. Приложение работало раньше, работало, работало, его нельзя сломать, нельзя сломать. И вот все вот эти нюансы, обновления, это как по сути, да, как сравнить с обновлением всей коммунальной системы, всех служб в городе, сопоставимо с обновлением нашей системы, вот глобальным таким. Бывает, когда происходит обновление локального уровня. Например, поменять картинку на сайте. Да, это просто, да, это легко. Это сравнить, что там поставить новую лавочку на какой-то улице, да, это просто. А когда мы говорим про большие масштабные обновления, вот как мы видим, да, сейчас, которые коснулись абсолютно всех бирж, это блокчейн, это кровеносная система всей системы. К блокчейну привязываются Platin Hero, Platin Deal, Platin Coin, мобильные приложения, биржи, блокэксплорер, другие биржи. И их нельзя сказать, так, ты потерпи, ты не жди, мы тебя сейчас обновим. Нет, если обновить что-то другое не обновишь, оно же работать не будет, просто не будет. И отсюда возникают там где-то скачки напряжения, да, где-то шатает, где-то какая-то цифра там затерялась или появилась. То есть это все живой организм, который работает на огромном количестве сервисов, огромного количества продуктов, и все это дружит вместе. И знаете, что я считаю большим достижением Platin Coin в целом? Это при обновлении обновляется все. Вот вспомните, как это было буквально даже год назад. Год назад, один год назад, Android приложения выходили раньше, чем на iOS. Почему так, неизвестно. Android приложения и iOS приложения были разными. Разные ошибки, разные экраны, разный порядок. То есть как-то все не так было хорошо, как сейчас. Сейчас не исключаю, да, есть ошибки. Они в любом случае будут. Не бывает ошибок. Нет ошибок, это мертвый, это ничего. Ошибки будут, есть, и это хорошо, потому что их можно фиксить. Но на текущий момент, когда происходит обновление, обновляются все сервисы одновременно. Platin Hero, Platin Deal, Platin Coin. Мобильные приложения. Вы получаете в сообщении, в Telegram каналы о том, что «Дорогие друзья, мы провели масштабное обновление. Вот такой вот продукт, вот так вот обновился, вот такая технология, такой вот смарт-контракт». И вы не ждете кошелька. Вы не ждете, когда iOS или Google проверят приложение, опубликуют сначала кошелек, потом ферму, потом Android, потом iOS. Нет. Все это происходит уже по факту совершения обновления. А в этих обновлениях фигурируют не только разработчики Platin Coin, которые работают сутками, не только Alex, не только мы с вами. Нет, мы зависим от огромного числа людей, сторонних компаний. Таких, как даже взять Google и Apple. Каждое приложение, которое происходит, которое отправляется в магазины App Store и Google Play, оно проходит код-ревью, оно проходит оценку, оно отсматривается не роботами. Нет. Приложения, которые публикуются в магазинах Google и App Store, оцениваются людьми. И вот представьте себе, человек, вот он что-то не понравилось ему, он заблокировал выход приложения. Он просто заблокировал выход приложения в магазин. И все, и получается, люди, которые используют, например, айфоны, лишаются возможности использовать все прелести этого обновления. Заключать смарт-контракты, совершать донаты на Platin Hero, совершать оплату на Platin Dealer, потому что просто не обновилось приложение. А приложение не обновилось, потому что, может быть, у какого-то сотрудника в Apple было плохое настроение, и вот просто цвет приложения не понравился, и он решил, а... Ну, я утрирую, конечно, но я просто говорю о фактах, которые взаимосвязаны не только с нами, но и с внешним миром. Мы с вами уже не маленькие, но очень молодые. Мы большие, но нам еще есть куда расти. И вот я сейчас считаю, что наши обновления, которые проходят сейчас, а которые проходят регулярно и параллельно, да, весь цикл, не по частям, а полностью, это уровень, на который мы все с вами вышли. То есть я уверен, что каждый из вас вырос за то время, с которым мы с вами работаем вместе. Выросли все. И в экономическом плане, и в техническом плане, и в образовательном плане. И вот такого рода вебинары, как у нас, вот я немножко рассказал про особенности разработки, про особенности коммуникации с магазинами. Это просто маленький пример. Таких историй нереально можно рассказывать. Фух. Так. Что-то я заговорился, да? Прямо таки заговорился. Слышно хорошо, потому что пишет солотише. Вроде бы, как бы я не сбавлял темпа речи. Так. Подробнее про плюс-пак, пожалуйста. Подробнее про плюс-пак, про текущий, да? Если мы говорим про текущую промоушен, про текущую акцию. Что это значит? Приобретая текущий продукт, вы приобретаете, вы получаете в первую очередь ферму. Ферма основной, это сердце, это ядро данного продукта. Ферма имеет MaxLowat 740 PLC. Если вы обратили внимание, то MaxLowat именно этого продукта, как и Платин продукта, выросли. Выросли. Был меньше на плюс-пакете, но Платин вырос в значительных. MaxLowat данного продукта вырос. Эти коины вы можете, вот у вас есть MaxLowat на вашей ферме, вы можете их заморозить. Вы приобретаете коины на бирже, у коллег, у друзей, да неважно откуда, от мидинг юнита. На эту ферму замораживаете, и эта ферма начинает приносить 30% годовых по смарт-контракту. При условии, если вы заморозите, допустим, сколько там, 20, 120 и 600, да, 740. То есть в нашем плюс-паке есть три дополнительных мидинг юнита, которые ждут начала работы. Для них сигналом для начала работы является объем MaxLowat, который был заморожен. Сколько ПЛЦ было заморожено по данному продукту? Если вы заморозили 20 платин-коин, то вам доступен для активации мидинг юнит, который может отминтить в течение трех лет 20 платин-коин. Если вы заморозили еще 120 платин-коин, в сумме уже 140, да, доступен к активации второй мидинг юнит, который добудет 120 ПЛЦ на протяжении трех лет. Если вы заморозите еще 600 платин-коин, в сумме 740, полностью заполните ферму и заморозите ее, третий мидинг юнит будет доступен для активации. То есть, поэтому и здесь указываются три мидинг юнита с мидинг рейтом мощностью 740 платин-коин, который соответствует MaxLowat вашей фермы. Заморозив 100% MaxLowat вашей фермы, вы сможете активировать мидинг юниты, которые добудут в общей сложности 740 платин-коин. Ровно столько, сколько заморозили, ровно столько будет отминчено. То есть, таким образом, у вас получается 740 ПЛЦ на ферме и 740 ПЛЦ от мидинг юнита. Круто, круто. Это все круто. Так. После активации мидинг юнита смартфон должен быть всегда онлайн? Нет. Абсолютно нет. Смотрите, вы не зависите ни от кого. Вам не нужен телефон, смартфон, свет дома есть, нету, не важно. Есть такая штука, как блокчейн, вот как воздух, да, как электричество, оно есть. И его не может не быть, да, вот, образно говоря. И когда вы заключаете смарт-контракт по мидинг юниту, вы себя уже оградили от всевозможных проблем. Как я говорил ранее, да, там сайт не работает, свет выключился, компьютер упал, что-то случилось не так, уехали в командировку, еще что-то. Нет. Нет. Все работает на блокчейне. Все уже прописано. Правила изменить нельзя. И вот именно это позволяет вам выключить телефон, вам даже ненужный кошелек знать свой. Активировали коины, активировали мидинг юнит, кошельки положили под подушку, образно говоря. И не переживайте, что что-то не будет намечено. Нет. Все мидится с правилами самой природы. Вот. Может быть грубо, может быть некорректно, но зато правильно. Математика, как мать природа, не можно, да, с ней нельзя шутить. Следовательно, когда вы заключили смарт-контракт по ферме, по юниту, он уже расписан. Он уже стоит в блокчейне. Поменять его нельзя. Телефон работает, не работает, неважно. Все происходит не в телефоне. Все происходит не на сайте. Все происходит в блокчейне. При загрузке количество мест увеличивается до четырех. Смотрите, как я и говорил тоже ранее, два блокчейн места – это безусловные. То есть пользователь, партнер, получает данные блокплейсис по факту оплаты данного продукта. Четыре блокчейн-плейсис, четыре блокчейн-места, они есть, но они в статусе ожидания. Для того, чтобы эти четыре блокчейн-места начали вам работать, чтобы они стали законными местами, которые могут приносить коины на постоянной основе от блокчейна, они ждут одного условия – заморозка фермы, как и минтинг-юниты. Они все ждут активации заморозки 100% на этой ферме. Если заморозили, окей, четыре блокчейн-места, как два, могут приносить, могут добывать, могут работать. Не заморозили, они есть, но они не работают, они будут ждать. Так, надеюсь, на этот вопрос я уже ответил. Надо сделать пошаговое видео для старых минтинг-юнитов и для новых будет тогда понятно. А пошаговое видео, но-то оно же есть. То есть, когда вы… активация-то она одна. То есть, инструкция про активацию минтинг-юнитов, она есть на ютубе. То есть, на всех языках. То есть, там 6 или 7 языков активация минтинг-юнита. Это, пожалуйста, подпишитесь на канал ютуб. Давайте я сейчас вам его сброшу, потому что мы недавно пробили отметку 200. Дой, 20 тысяч человек, 20 тысяч, 200 – это круто. Но пока что не 200. Но я думаю, что скоро будет 200. Так, платинкоин офишал. И я сейчас вам сброшу ссылку на канал. Пожалуйста, подпишитесь. И сейчас здесь вышло много инструкций, то есть, которые в ближайшем будущем появятся на нашем сайте. Вот если вы проследите, то есть, сейчас на канале фигурирует просто как бы день по 5-6 инструкций. Это круто. Такого раньше никогда не было. Вот, пожалуйста, наш ютуб-канал. Подписывайтесь. Инструкция, как активировать юнит, как использовать биткоин, как использовать USDT, как работает ферма. То есть, там огромное количество роликов, контента. И данный контент скоро будет доступен в наших личных кабинетах на сайте платинкоин.ком. Да. До какого числа можно будет новые пакеты? Вопрос хороший. Смотрите, на текущий момент промоушен на эту неделю, то есть, до пятницы. Пятница – это включительно. Поэтому, пожалуйста, не теряйте времени по данному промоушену, потому что именно в нем заключается вот та самая возможность, которая позволит экосистеме, это вот в секретной системе платинкоин, именно выйти на абсолютно новый уровень. Это тот фундамент. Вот, знаете, я не устану повторять об этом, потому что я помню, как это было в 17-м году. Как это было в 18-м году. Я помню, как рождались продукты. Каждый продукт. Я помню. Да, я помню. И получается, смотрите, для меня каждое обновление – это было вот вау, фурор, вау, революция, вау, классно. Мы такие классные, мы такие жесткие, мы дубасим так, что ого-го. И вот проходит время, проходит время, и продукты, которые делаются сейчас, они совершенствуются. Технологии не стоят на месте, знания не стоят на месте, опыт не стоит на месте. И получается, что невозможно все сделать, все и сразу. Невозможно. И поэтому постепенно, пошагово. Каждый продукт, который был платинкоин, он является кирпичиком, он является стеной, он является замком, он является частью огромной экосистемы. Мы выпустили платинг-хиро, это большой сервис, огромнейший сервис, просто фантастически огромный сервис, который не имеет аналогов по сей день. Платинг-зилл, возможность, которая позволяет морозить коины. А в ближайшем будущем заморозка будет, да, вот это один из инструментов оплаты не только внутри нас, да, но и мне, это круто. И вот эти интеграционные моменты, вот вроде бы ты считаешь, что можно, вот это все, это круто, это хорошо. Но потом можно сделать еще лучше, можно улучшить. И, знаете, у меня была такая идея, когда мы делали, получается, вот все наши продукты, для меня всегда была в голове одна такая картинка, образная картинка. Помните наш вебинар? Помните наш вебинар, на котором я чисто спонтанно, просто спонтанно, прямо на эфире вебинара ко мне пришла в голову идея о том, что, блин, как происходит развитие технологий, как происходит развитие нас, мира вокруг. Я привел пример, я нашел в гугле картинку, написал первый винчестер, просто первый винчестер, первый жесткий диск. И показал картинку, вы можете сейчас просто прогуглить, просто погуглите, давайте даже сейчас, наверное, сделаю наш опыт, да, повторим наш эксперимент, просто повторим эксперимент. Первый винчестер, первый винчестер, вот, да, Pan American, да, вот она та самая картинка, Pan American. Я сейчас открою наш скейнер, да, вот просто вот мы сейчас возьмем, экран видно, да, демонстрация экрана пошла. Вот так, да, есть картиночка? Есть. И вот, соответственно, первый жесткий диск, да, грузят на самолет. Да, эта фотография на самом деле фейк, потому что, ну, кто строитель или кто связан с, там, транспортом, с погрузкой, понимает, что как можно погрузить таким образом, да, то есть погрузить в другую сторону, но тем не менее, это реальный жесткий диск на 5 мегаполитов, 5 мегабайт, 5 мегабайт, это один жесткий диск. Когда его выпустили? В 56-м году. В 56-м году выпустили данный жесткий диск. И что мы видим сейчас? Вот, что мы видим сейчас? Вот я сейчас, да, выключаю стоп-шеринг, возвращаюсь к вам в презентацию. У нас с вами в руках, вот просто в руках, вот здесь вот, здесь вот, 512 гигабайт. 5 мегабайт и 512. И это большая флешка, вот такая вот, с таким объемом бывает. То есть технологии, они реально развиваются, и мы все вместе с ними также развиваемся. И когда мы говорим про наши продукты, вот мне реально приятно посмотреть, откуда мы пришли, что было изначально, вот Алекс всегда любит говорить про бумагу, да, про салфетку, про идею, когда не было ничего. И когда из этого ничего появляется что-то настолько большое, не просто картинка на сайте, а огромнейшая просто машина, просто колоссальнейшего объема. Давайте вот последние 5 минут насчет нашей экосистемы, да, вот так как никак это и была тема моего вебинара, рассказать про нас как технологию в целом. Обратите внимание на все наши продукты, наши сервисы. Платин паспорт. Вот здесь был чате вопрос насчет платин паспорта. Что это такое, дорогие друзья? Это возможность, которая позволяет использовать аккаунт платин коин во всех внешних сервисах. Это единая точка безопасности, это единая точка верификации, это единая точка аутентификации. Это не просто какой-то, это равносильно гуглу. Вот у гуглу есть их гугл аккаунт, который позволяет пользоваться ютубом, гугл диском, гугл почтой, гугл календарем, гугл облаком и еще там, да, у них много всяких прибамбасов. В нашем случае мы имеем свой же сервис, свой, не чужой. Мы не используем гугл или фейсбук там для авторизации на каких-то наших ресурсах, нет. Мы используем свой, собственный, сами разработанный сервис, личный сервис. Мы решили улучшить нашу безопасность наших партнеров и разработали его сами. Это наша разработка. Не сторонняя, не чья-либо еще. То есть это наша собственная разработка. Микросервис. Продукты, которым пользуются сотни тысяч людей. Телеграм-бот, который работает, да, нами написан, работает с нашей системой. Это наш бот, да, это наш защитник, платин-дефендер, это его имя нашего бота. Он стреляет атипишками, да, one-time паспортами, сотням тысяч людей несколько раз в минуту, и это все работает. Без каких-либо сбоев. То есть продукты, которые вроде бы как бы являются продуктами, но о них никто почему-то не говорит, никто в них не знает. Платежная система. Платин, коин, пей. Кто-нибудь из вас обращал внимание, что при оплате через платин-коин, через биткоин, запускается абсолютно другая страница, перебрасывает на платежную систему. Платин-коин и биткоин. Нашу платежную систему, нашего сервиса, нами разработанная, нами внедрена для вас, для всех пользователей, не сторонние. То есть понимаете, насколько большие в плане работы, в плане сервиса мы, то есть как компания, как платин-коин в целом. То есть это не просто коины, вокруг него множество всяких всевозможных инструментов. И мой коин, блин, мой коин. А, вот мой коин. Игорь, ты не пугай меня. Всегда на моем столе есть вот эта вот штука. Всегда. И это не просто один коин. Нет. Это целая экосистема. Это крипто-система с огромным количеством сервиса, с огромным количеством продуктов, которые постоянно обновляются. И наши промоушены происходят не просто так. Во-первых, лидеры просят, потому что это хорошо, это людям нравится, люди сами просят всего этого. Конечно же, идем навстречу. И при этом, при всем, делаем фантастического рода продукты, которые радуют всех и работают, и улучшаются. Был ментинг-юнит, обновили, стал безопаснее, стал работать на облучение быстрее, без каких-либо сбоев. И он и будет так работать. Все. То есть независимо, ни от чего. Ох, заговорился. Заговорился. Как купить новый пакет? Очень просто. Выбираете он уже на сайте, уже в дешбортах. Пожалуйста, обновите ваши личные странички. В дешборте уже все есть. Ну, наверное, будем заканчивать. Наверное, будем заканчивать. Дорогие друзья, пожалуйста, давайте к следующему вебинару по технической части. Мы сделаем следующим образом. То есть, Андрей, пожалуйста, как мы умеем делать документ в гугле? И в течение недели он будет собирать определенного рода вопросы. То есть, активация, пендинг, пакеты, коины, хеши, транзакции, все вот это вот. И на следующий вебинар мы проведем немножко в другом формате. Скажите, пожалуйста, мне сейчас важно понимать, важный фидбэк, почему? Потому что, если этот вебинар вот такого характера нужен, то есть, в разговорном таком формате, то мы их продолжим. Если вы скажете, нет, Игорь, такие вебинары нам не нужны, нам надо, не знаю, там, что-то другое, давайте говорить о чем-то другом. Поэтому, пожалуйста, давайте сейчас, мне от вас нужна обратная связь, и не стесняйтесь, ни в коем случае не стесняйтесь спрашивать. Вы знаете, я учусь, вот, учусь, действительно, я учусь, и по ночам по-другому не бывает. И английский язык, и опять-таки, да, там, какая-то техническая информация, какие-то технические вещи я изучаю. для меня это, не поверите. Это проще будет, не знаю, головой к стенгу биться, но настолько сложно. И я всегда, вот, пытаюсь себе говорить, и всегда себе говорю, Игорь, о том, что ты сейчас это не сделаешь, лучше не станет. Если сейчас вам что-то непонятно, спросите, просто напишите, вот просто, если есть желание, самое главное, не промолчать и подумать, задайте вопрос, задайте вопрос, и я уверен, что на следующем вебинаре мы сможем на него ответить, и вы уйдете с этого вебинара с таким, знаете, довольным собой, потому что я узнал что-то новое, я понял для себя, как это работает, и наконец-то, теперь я понимаю, а не просто повторяю за кем-то другим. Такая вот хорошая фраза, надеюсь, что она нам немножко поможет. Осталось много вопросов, ладно, начинаю, вопросы мы любим, я тоже думаю, может быть, мы будем сделать какие-нибудь такие блиц, темы по чистым там, минтинг юнит, опа, давайте посмотрим, активировали, посмотрели хэш-транзакции, опа, как это, где там какие-то выходы, что это значит, какие-то циферки, кошелечки, объяснили, рассказали, о, классно, поняли, полетели дальше. Так, нужно много, много нового, непонятного нам, понятия, учиться, нужны такие вебинары, а хорошо, хорошо, как на кэш купить, немножко не понимаю, нужен, нужен, нужен и почаще, хорошо, будем, значит, будем, партия сказала, честно, никогда не мог повторить данное, данное выражение, партия сказала, концомол сказал, есть, так, надо, окей, хорошо, дорогие друзья, ну что, мы с вами полтора часа вместе, полтора часа вместе, пожалуйста, не забывайте, что на текущий момент, мы начали вебинар с позитивных новостей, мы обновили наш сайт, мы выкатили продажу в оплату, limited edition, позволит вам всем, конечно же, увеличить и чеки, и обороты, и закрыть ранги, не теряйте времени, а я уверен, что на следующей неделе нас будет больше, у нас сегодня было почти 200 человек, на следующей неделе будет 500, и мы с вами поговорим чуть глубже, чуть больше, чуть интереснее, поэтому, друзья, всех благ вам, удачи, я снова заработал, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok